ну у кого какие идеи что будет содержаться в нашем проекте какие классы какие методы то есть давайте по порядку озвучьте как классы будут называться какие они будут какой-то будет класс хорошо помимо того что родительский будет абстрактный хорошо какие нибудь поля имя фамилия что-то еще будет можно сумму заплат можно уже расчетную хранить а можно каждый раз и пересчитывать какие то есть calculation salary это у нас расчет зарплаты а что за указать позицию можно сделать ту стринг с именем и фамилия еще и с выводом должности а должность получить по имени класс это надо взять get class get name в ту стринге но чтоб он не писал employer написать get class get name это будет ваша должность хорошо а у класса и ну абстрактный метод calculate salary как будет выглядеть что у него будет в абстрактный да аргументы будут или нет тип возвращаемых данных дальше какие классы а что-то мы еще в employer еще одно забыли сказать чего стринг сказали чего еще не сказали в employer getter и setter и что еще конструктор можно а а без getter и setter вы к полям не достучитесь ну вот вы у каждого объекта не сможете узнать его имя и фамилию без getter и setter поля приватные значит например у объекта босс вы уже не сможете узнать как его зовут задать например через конструктор вы еще сможете через суп а прочитать уже нет к приватным полям родителя можно обращаться только через getter и setter либо через другие методы родителя а у нас других и нету поэтому getter и setter и нужны хорошо что будет в классе босс то есть реализация calculate salary что еще а мы же в employer сделали универсальный to string который нам и имя и фамилию вернет о кстати тут стринг в employer как сделать так чтобы то стринг имплоера вернул нам должность мы сказали имя и фамилию понятно как сделать так чтобы он еще и зарплату добавил сюда же а проще вызвать в ту стринге метод calculate salary то есть у нас с вами ту стринг будет выглядеть как то так get class get simple name плюс get name get surname плюс calculate salary ну это я все но методы называл и по полиморфизму будет вызываться тот calculate salary на объекте которого вы вызовите ту стринг то есть вот зачем еще удобно работает полиморфизм то есть грубо говоря мы в ту стринге как бы вызвали абстрактный метод без реализации но на самом деле будет вызван впоследствии метод объекта с которым будем работать следовательно ту стринг во всех потомках нам уже не нужен потому что в родители у нас такой универсальный ту стринг который в принципе подойдет для любого из сотрудников хорошо в боссе мы сказали что реализация calculate salary что еще конструктор до очередь которому мы что передадим имя фамилию зарплату какую какую зарплату зарплату за неделю и куда мы эту зарплату за неделю денем потом а как подождите как мой родителям то то есть зарплату за неделю мы сохраняем в поле а потом это поле используем в реализации calculate salary умножая его на 4 все теперь кому кого заинтересует зарплата босса на объекте босс вызовет его метод calculate salary получит его самую актуальную зарплату в соответствии со всеми значениями его полей ну давайте упростим себе жизнь считаю что в месяце 4 недели ну просто у нас же сейчас не задача правильно посчитать количество дней в месяц научиться работавать работать с наследованием хорошо холивекер то есть поля какие будут имя фамилия у нас унаследуется от эмплойера то есть имя фамилии не будет то есть получается у нас с вами должно быть первое сколько часов он отрабатывает потом у нас должна быть норма часы в месяц то есть сколько в месяц норма рабочих часов правильно у нас должна быть у нас с вами должен быть коэффициент сверхурочный и у нас должна быть подставка за час подождите у кого это общепринятая норма в гзоте я такого не видел правильно ну смотрите у вас есть часы урочные сверхурочные то есть если вы то есть если вы ну да то есть ну идея какая если вы в неделю работали сутки то вам надо платить сверхурочные а то что вы до этого ни черта не делали не считается мы ну моя логика у вас может быть другая мы берем все отработанные часы смотрим сколько норма в месяц за эту норму платим по обычной ставке за все что осталось мы платим как сверхурочные ну правильно человек мог сегодня поработать больше завтра поработать меньше так что мы ему сегодня должны платить больше или тогда мы должны когда он поработал меньше с него вычесть что то да тогда у нас три ставки должно быть сверхурочные урочные и недоработка я считаю проще считать в месяц и две ставки то есть сколько норма в месяц все что сви выше месяц все что выше платим по ставки с коэффициентом ну а там какую логику хочет тот ту и закладывает тут уже каждый сам себе работодатель сиди я понятно да единственное смотрите на что обращаю ваше внимание у нас здесь появляются такие вещи которые похожи на константы да то есть нет смысла конструктору передавать нормы часы да и коэффициент за переработку например в принципе это величины которые редко меняются ну каждого почти у всех одно и то же но меняться могут правильно ну законодательство поменялось и число поменяется и вот тут вопрос а как это как это задавать то есть каждый раз задавать плюс два лишних коэффициента ну как бы накладно да то есть постоянно писать одно и то же плюс можно ошибиться дальше хранить это константами а если поменяется что делать переписывать код как вы думаете а что делать получается получается каждый для каждого сотрудника писать норма 160 160 160 ну как то так поменяется придется код переписывать а а два метода каких а а как вы константу поменяете в готовом приложении то есть получается когда то один из методов станет просто бесполезным ну какая то такое половинчатое решение в таких случаях делают конфигурационный файл и эти значения читают из файла у вас лежит файл где-то вместе с приложением где записаны вот эти псевдо константы да ну что значит псевдо то есть число пи константа да она никогда не поменяется а нормы часов и ставка за сверхурочные переработки может и поменяться ну в принципе вполне реальная ситуация поэтому вот такие величины которые и не константы и очень редко меняются ну вернее и не константы и в то же время для всех одинаковые да часто просто пишут в конфиг файле то есть текстовый файлик ну образно где эти значения хранятся они оттуда читаются когда приложение стартует и если вдруг это поменялось вы открываете файлик меняете эти значения перестартовываете приложение и у вас в приложении уже новые значения такой property файл сейчас сейчас чтобы не тратить время можете пока с этим property файлом не заморачиваться а просто сделать это константами но на будущее знайте что вот если вы все будете забивать константами то в один прекрасный момент может придется если что-то поменяется пересобирать приложение поэтому все такие величины обычно выносят в property файл файл свойств хорошо то есть у нас будет конструктор у конструктора будет 4 аргумента имя, фамилия количество отработанных часов и ставка за час и две константы норма часы и коэффициент за переработку и метод расчета зарплаты понятная идея или непонятно хорошо ну я думаю peace worker аналогично commission worker аналогично а теперь давайте подумаем дальше должен быть какой-то базовый класс в котором два метода расчет зп сотрудника и вывод на экран имени и фамилия рабочего ну это мы с вами уже сказали это будет в employer а вот теперь написано можно создать массив или рейлист типа employer и добавить туда разные объекты сделайте по счет сколько денег нужно выплатить в месяц всем рабочим а это где делать то есть где будет рейлист с сотрудниками и где будет месяц и где будет метод то есть какой логикой тут надо руководствоваться когда вы в ООП пытаетесь определиться где что хранится надо подумать что кому принадлежит сотрудники кому принадлежат а кто такой employer то есть сотруднику фирмы принадлежит набор сотрудников то есть вот если вы массив сотрудников положите в employer у каждого сотрудника будет по массиву сотрудников то есть такой каждый мини рабовладелец то есть сотрудник хранит сотрудников которые принадлежат то есть вот тут надо быть аккуратным потому что вот оно то работать будет но чисто логически будет как то выглядеть странно можно создать класс фирму в класс фирму положите рейлист добавить рейлист это будет рейлист имплоеров тут как бы логично фирма у нее есть штат да и это рейлист ее сотрудников фирма хранит сотрудников которые принадлежат этой фирме смотрите рейлист делаете приватным соответственно делаете метод добавления сотрудника фирму метод поиска сотрудника у фирмы метод удаления сотрудников то есть взять на работу найти удалить хорошо и какой-то метод расчеты зарплатного фонда сколько денег нужно выплатить в месяц всем рабочим давайте это будет метод который будет нам печатать платежную ведомость ну типа платежной ведомости у нас будет должна то есть у нас в консоли должно будет напечатано должность имя фамилия зарплата должность имя фамилия зарплата должность имя фамилия зарплата или имя фамилия должность зарплата ну порядок сами определите как кому больше нравится и в конце итог сумма всех зарплат по предприятию и давайте еще с вами эту ведомость как лучше отсортируем по зарплате или по алфавиту ну давайте сделаем ну кому как больше нравится или по зарплате или по алфавиту то есть или у нас все сотрудники по алфавиту как в обычной платежной ведомости да или у нас все сотрудники по зарплате чтобы было сразу видно кто больше получает кто меньше я думаю это всех остальных отрежут а босса отрежут а босса не видят а все остальные куда ушло 80 процентов денег никто не видит идея понятна окей а как как в эту платежную ведомость видите себе печатать а кстати метод main где у нас будет мы про main забыли нужно то есть по сути по сути у нас здесь мы этот метод main опять же выступает такой как тест тестовая штука почему потому что мы с вами пишем как бы backend у всех приложений да у нас у нету фронт-энда у нас нет пользовательского интерфейса то есть все что мы с вами пишем у нас без графического интерфейса на самом деле метод main это у нас как бы такая тест будущего графического интерфейса да у вас в графическом интерфейсе что было добавить сотрудника удалить сотрудника до получить список сотрудников распечатать зарплатную ведомость это вас были бы кнопочки каждая кнопочка дергала какой-нибудь метод и этот метод отрабатывал бы эту задачу следовательно вы пишите метод main и дергаете этих эти методы без кнопочек и получаете результат понятно то есть если бы были кнопочки были какие-то слушатели событий там по нажатию на кнопочки что сделать дернуть метод метод дернули метод отработал у нас графического интерфейса нету значит эти методы вы будете дергать просто в методе main чтобы проверить как они работают на самом деле если бы у вас был графический интерфейс метод main бы рисовал этот графический интерфейс создавал форму там добавлял туда кнопочки и вам ее отображал а вы бы уже по форме тыкали и получали какой-то результат но мы с вами графический интерфейс и не учим потому что они очень редко используются на java поэтому тестировать это все будем просто в мэйне без графического интерфейса следовательно делайте отдельный класс можете назвать его pp то есть application до имитация работы приложения там метод main и вы там создаете фирму создаете объект фирмы добавляет то есть создаете кучу сотрудников добавляете этих кучу сотрудников вашу фирму методом который вы создали потом на фирме вызываете метод печатная ну это расчетно как это платежная ведомость как там его назовете и получаете список сотрудников с их зарплатами а чтобы получить вот этот список и суммарную зарплату что надо сделать как вы видите себе реализацию этого метода тихо тут ну какие идеи будут то есть вам во первых ваш список сотрудников надо отсортировать потом перебрать цикле в цикле каждого сотрудника напечатать плюс накопить зарплату каждого сотрудника в какую-то переменную все в этом же цикле и потом в конце значение этой переменной тоже напечатать то есть сортировка и цикл в принципе задание не сложное просто объемное классов много создавать есть вопросы ребят спрашивайте по дистанционной форме ребят есть вопросы тогда начинайте мы с вами все классы обсудили все методы основные обсудили структуру класса все обсудили осталось это написать что у кого не получается спрашивайте будут помогать так 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 Продолжение следует...